Движемся дальше. К тому этапу, когда проповедь Евангелия становится более открытой и целенаправленной. Здесь у меня есть пункт, который называется «Найти тех, кто готов». Мы все понимаем, что к обсуждению духовных вопросов разные люди готовы в разной степени. Кто-то больше, кто-то меньше. Чье-то сердце открыто для Евангелия, а чье-то закрыто. Форсировать события и давить ни на кого не надо. Так вот, основателю важно отыскать тех, кто готов и открыт. В ближнем кругу знакомств таких людей может не оказаться, ведь он довольно ограничен. Соседи, банкир, булочник, вот, собственно, и все. А в большом городе найти заинтересованных еще сложнее. Что же делать? Где их искать? Я предлагаю, выражаясь образно, забрасывать сети пошире. Как? Например, путем проведения массовых мероприятий. Прорекламируйте такое мероприятие, раздайте как можно больше приглашений, и кто-нибудь да придет. Причем, скорее всего, именно те, кому это интересно. Это один способ. Другое распространение на улицах города христианской литературы. Такое служение мы проводили в Ингольштадте. Раскладывали по почтовым ящикам литературу христианских изданий. Тысячи экземпляров. И открытки с нашим обратным адресом, чтобы человек мог написать нам и, скажем, заказать Библию или попросить о встрече. Из тысячи раздолстанных открыток обратно мы получили только три. Но двое из адресатов впоследствии стали христианами. Скромный, но все-таки добрый плод наших усилий. На самом деле, с этим служением связано немало интересных историй о Божьем действии, но времени их рассказывать у меня, к сожалению, нет. Нет. Скажу лишь то, что через все это Бог привел к себе тех, у кого была духовная жажда. Возможно, вы трудитесь в стране, где миссионеров не жалуют, где распространение христианской литературы, а также проведение массовых евангелизационных мероприятий запрещены. Такая политика в ряде стран существует. Как же быть там? Я предлагаю использовать возможности христианских радиоканалов. Некоторые радиостанции, например, трансмировое радио, вещают и в труднодоступных для миссионеров регионах. Кроме того, они постоянно получают письма с вопросами от своих радиослушателей и отвечают на них в эфире. Сотрудничество может заключаться в том, чтобы с помощью радиокомпаний познакомиться с этими слушателями и продолжать общение с ними уже в ином формате. Другая возможная форма благовестия — интернет. Сегодня его используют очень широко, в том числе для электронной переписки и общения. В иных формах отдельные люди, возможно, и не стали бы обнародовать свой интерес к христианству и христианам. А вот интернет-общение, радио, заочные курсы позволяют получить доступ к интересующей их информации. Итак, это еще один способ находить людей, неравнодушных к духовным вопросам, с помощью современных доступных методов. Следующий подход основан на общности интересов. Вскользь мы его уже касались. Людей могут объединять такие вещи, как воспитание детей, решение какой-то социальной проблемы. Иногда христианки устраивают завтраки, на которые приглашают своих подруг и какого-нибудь интересного человека в качестве оратора. Можно вместе сходить на спортивное мероприятие, пообщаться, и, если это будет уместно, немного поговорить на духовные темы. В общем, вариантов много. И далее сотрудничество с другими коллективами служителей. Это тоже прекрасный способ познакомиться с теми, кто интересуется христианством. Так, в Мюнхене осуществлялось несколько программ молодежного служения. Международное Содружество студентов-христиан, например, объединяло студентов университетов. И мы с ними сотрудничали. Некоторые церкви видят в подобных межцерковных организациях конкурентов. Но у меня подход иной. Я ориентирован на объединение усилий. Они основанием церкви не занимаются, а мы занимаемся. С другой стороны, у них, благодаря выходу на широкие массы, в частности студентов, гораздо более широкие возможности для благовестия, а у нас этого нет. Так почему бы не потрудиться вместе? В итоге к нам в церковь начали приходить парни и девушки из университетов. Кстати, в начале каждого семестра у нас была церемония благословения студентов-христиан на предстоящий учебный год. Мы молились о том, чтобы плодотворными были и их учеба, и служение. Это могут быть организации по оказанию чрезвычайной помощи, христианские неправительственные организации, христианские программы духовного развития, которые не ограничиваются контекстом какой-то конкретной церкви, но с которыми вполне можно было бы сотрудничать. Ведь они тоже трудятся во славу Христову, и благодаря их служению люди приходят к Богу. Поэтому такое партнерство, такое взаимодействие, такое взаимно обогащающее служение я вижу очень и очень перспективным. И так это всего лишь некоторые способы отыскать тех, чьи сердца уже направлены к Богу, кто уже начал свой путь к Нему и кому, мы призваны нести Евангелие и служить, как Божьи сработники. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это Ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Итак, как только мы нашли людей, проявляющих интерес к духовным темам, Христу, Евангелию, перед нами встает следующая задача – донести до них евангельскую весть. Способы возложения Евангелия великое множество, немало в нем аспектов, которые можно выделить и подчеркнуть. Кого-то невыносимо тяготит чувство вины за совершенный грех, и больше всего такой человек жаждет Божьего прощения. Кто-то ищет скорее не облегчение от бремени греха, а внутренней гармонии. Человек понимает, что он далек от Бога и стремится приблизиться к Нему, примириться с Ним. Для кого-то главная тема – вечная жизнь. У меня есть знакомый японец, а у него теща. Так вот, для нее разговоры о вечной жизни были мучительны, потому что жизнь, согласно учению Будды, – это страдание. Кто же захочет страдать вечно? А вот идея внутреннего мира, внутреннего спокойствия понравилась ей. Итак, Евангелие многогранна. В нем можно выделять разные стороны. Причем каждая из них будет истиной, и каждая – важной. Евангелие устроено так, что позволяет Христу касаться тех уголков души человека, которые особенно нуждаются в его прикосновении. Что же касается конкретных методов благовестия, то, во-первых, это известное всем личное благовестие, когда христианин рассказывает о Христе своему знакомому в индивидуальном общении. Такое благовестие может принимать форму личного свидетельства веры или изложения Евангелия с использованием всевозможных примеров и иллюстраций. Навыками личного благовестия должен в той или иной мере обладать каждый христианин, и этому необходимо учиться. Следующая форма – это благовестие провозглашения или благовестие возвещения. Оно характерно для евангелизационных мероприятий, где, как правило, выступает проповедник или оратор, который разъясняет Евангелие. Такие мероприятия могут быть массовыми, масштабными. Примером служат выступления Билли Грэмма или организуемые по местной церковью тематические встречи, на которые приглашаются все желающие. Такие встречи уже вошли в обычную практику. Какие темы на них обсуждаются? Например, как примириться с Богом или как преодолевать жизненные трудности? Организаторы предлагают рассмотреть эти и другие вопросы с точки зрения Евангелия. На мероприятие приглашаются все желающие. Напомню, все это варианты благовестия провозглашения. Я уже упоминал наши палаточные евангелизации в Германии. Люди приходили на них, как на праздник. Слушали, смотрели, узнавали о Боге. Что еще? Евангелизационные посещения. По сути, это евангелизация от двери к двери. В крупных городах проводить ее очень непросто. Люди неохотно открывают дверь незнакомцам, хотя и здесь возможны варианты. Так, если дети неверующих родителей посещают какие-то христианские клубы или программы, у церкви есть повод посетить эти семьи, познакомиться с родителями и немного подробнее рассказать им о том, чем занимаются их дети и каковы основные цели программы. Поскольку детям это нравится, они ходят на встречи с удовольствием и получают массу положительных эмоций, родители. Такая информация может заинтересовать. И это еще один из способов рассказать людям о Христе. Другая его форма – евангелизационное посещение больниц. Попадая в трудные жизненные ситуации, люди чаще открываются для Бога, для помощи, молитв, духовного попечения. Это то, что касается посещений. Движемся дальше. Благовестие через служение малых групп и проведение семинаров. Самая популярная форма здесь, пожалуй, евангелизационное изучение Библии, когда из ваших друзей, знакомых, коллег, интересующихся христианством, формируется группа. Раз в неделю вы собираетесь у вас дома, читаете Библию, изучаете жизнь Христа и таким образом знакомитесь с его учением. Кстати, во время основания церкви под Чикаго, параллельно работая на Сталилитейном заводе, я в обеденный перерыв проводил изучение Писания для всех желающих сотрудников. Тем, кто проявлял духовный интерес, я предложил раз в неделю собираться в обед за отдельным столиком и читать о жизни Христа. Так у нас прямо на работе постепенно возникла группа по изучению Библии. Организовать это служение можно по-разному. В последнее время популярность набрала так называемый курс Альфа. Вы здесь о нем когда-нибудь слышали? Вижу, что да. Он себя неплохо зарекомендовал. Мне кажется, что ряд элементов этого курса. Понятно, что в силу культурно-специфик его эффективность как метода евангелизации может быть разной. И тем не менее, есть в нем что-то, что находит отклик в душе современного человека, особенно западного. Возможно, сама форма курса, которой мы в наши дни столь привычны. Нам приходится проходить курсы, например, повышение квалификации или с целью дополнительного образования. Во многих странах популярны разные образовательные программы для взрослых. На них можно записаться и учиться в свободное от основной работы время. Таким образом, формат курса нам прекрасно знаком. Кроме того, Альфа носит внеконфессиональный характер. Он не католический, не лютеранский и так далее. Этот курс общихристианской направленности, что снимает обеспокоенность, связанную с возможным вовлечением в какую-то секту. Здесь преподаются основы христианской веры. Самая первая встреча проходит за обеденным столом. Он, как ничто другое, располагает к дружеской беседе и создает теплую атмосферу. Поесть всегда приятно, правда? А при этом еще и пообщаться, причем не обязательно на заданную тему. В этот день можно просто познакомиться, немного узнать друг друга. И это самое главное. В группе есть и христиане, и не христиане. Люди разные, но все по-своему интересные. За общением следует небольшое выступление или видеоурок с разъяснением темы встречи. Каждый раз тема будет разной. Однако в выступлении или в видеоуроке озвучиваются лишь самые главные пункты, которые потом обсуждаются в группах. И это еще одна составляющая курса, поразительно сообразная современной жизни, опять-таки в особенности на Западе. Нам нравятся дискуссии, нам мало услышать, нам важно обговорить тему, переварить ее. Особенно в ситуации, когда христианин описывает Бога, не христианину. На каком основании второй должен верить первому? Здесь нужен диалог, требуются ответы на вопросы. Никто никого активно побуждать к вере не будет, особенно на первой неделе. Человеку требуется все хорошенько обдумать. Но для начала познакомиться с участниками группы, постепенно влиться в нее, потом подключиться к обсуждению, предлагаемых тем. Что касается состава группы, то здесь, безусловно, желательно соблюдать здравый баланс христиан и нехристиан, чтобы не было доминирования одних над другими. Нельзя бравировать знанием Писания и считать вопросы собеседников глупыми. Напротив, необходимо поддерживать живой диалог. Курс «Альфа» также предполагает совместный выезд участников группы на отдых в какое-то красивое место, как правило, на природу или в пансионат. К этому времени они уже успели поближе познакомиться, а кто-то даже подружиться. На этом мероприятии люди нередко заявляют о своем желании посвятить свою жизнь Христу. Происходит это после продолжительных раздумий, дискуссий, размышлений о том, что Христос и Его учения значат лично для меня. Если в начале участники группы ведут себя довольно осторожно и сдержанно, то теперь они открыты. Общая продолжительность курса составляет 10 недель. Он был разработан, пробирован и доказал свою эффективность. В каких-то общинах традиционные методы благовестия идут очень плохо, со скрипом. А вот «Альфа» приживается и применяется довольно благополучно. Хотя поначалу, как отмечают служители, определенные трудности есть, например, с численностью группы. Зато во второй раз все проходит гораздо успешнее. Есть в этом курсе что-то, что привлекает и вдохновляет больше, чем традиционные способы евангелизации. Люди действительно приходят к Богу, чего в таком масштабе уже давно не наблюдалось. Кроме того, «Альфа» мобилизует церковь. Кому-то надо организовать обед и чаепитие, кому-то придумать декор. Собираться можно в частном доме, в церкви, в ресторане. Словом, вне церковных стен. Но главное, подчеркну это еще раз, что в организации курса задействовано немало христиан, и этот курс со временем доказал свою эффективность. Есть, конечно, и альтернативные программы, построенные по схожему образцу. Они могут иначе называться и предлагать иные темы для обсуждения, но основная идея остается все той же. Еще один подход к благовестию, который за последние пару десятков лет стал довольно известным. Называется он «Библейские истории» или «Сюжеты в устном изложении». Некоторые современные культуры в значительной степени культуры разговорного типа. Их носители, как правило, владеют лишь азами грамотности или вовсе безграмотны. Но безграмотны, как мы уже отмечали, функционально, то есть они не умеют читать. Знания эти люди передают в устной форме. А слушать интересные рассказы, как известно, любят все, даже те, кто умеет и читать, и писать. Итак, основным способом получения знаний в таких культурах является не чтение, скажем, Библии на уроках по ее изучению, а устные формы общения. Существует мнение, что сдвиги в сторону устного способа передачи информации наблюдаются сегодня и в западных культурах, несмотря на высокий уровень развитости в них, навыков письма и чтения. Нам нравится слушать и смотреть, мы предпочитаем красивый видеоряд и восприятие на слух. Подтверждением тому служит количество просмотров видеороликов в интернете, в частности, на Ютюбе. Посему, о какой бы культуре ни шла речь, о более традиционной, племенной или более современной, библейские рассказы всегда будут привлекательными. В их устном изложении и состоит суть данного подхода. Надо сказать, что он обладает рядом неоспоримых преимуществ. Так рассказ позволяет более образно и наглядно показать личность Христа и проследить путь истории спасения. Иногда мы пытаемся представить это слишком абстрактно. Возьмем, к примеру, хорошо известные четыре духовных закона, которые служили прекрасным материалом для благовестия, но все-таки требовали скорее абстрактного мышления. Понятие закон, например, его надо как-то осмыслить. К тому же, далеко не для всех закон воспринимается как нечто непреложное. Но еще это все-таки что-то абстрактное. А вот в библейских историях такие понятия приобретают конкретные черты. И потому носителям многих культур осмысливать их гораздо легче. Еще один плюс. Истории легко запомнить и пересказать. Они передаются из уст в уста. Услышал что-то интересное, рассказал другому. Как анекдоты, правда? Хотя здесь требуется особая точность воспроизведения. Иначе получится не смешно. Как частенько бывает у меня, однако научиться пересказу несложно. Так, если я кому-то рассказал Евангелие, и этот человек принял его и уверовал во Христа, он в своем благовестии может использовать тот же метод. Это совсем несложно. Согласны? Ни тебе пособий, ни компьютеров, ни проекторов, ни даже книг. Ничего этого устный способ не требует. Еще одной положительной чертой такого подхода является его хронологичность. Свой рассказ вы начинаете сначала. Буквально с бытия и истории сотворения. Объясняете, кто такие Бог, ангелы, сатана, кто были первые люди, Адам и Ева, как они согрешили, были изгнаны из рая, и что Бог предпринял, чтобы разрешить эту ситуацию. Потом повествуйте о призвании Авраама, избрании Божьего народа, о жертвоприношениях и так далее, вплоть до момента пришествия в этот мир Христа. Что в ходе этого происходит? Это происходит постепенное формирование христианского мировоззрения. Вы даете человеку представление о Боге и о грехе, но не в абстрактной форме, не в форме словарного определения или статьи из богословского справочника, а в форме истории о грехопадении, о постепенном распространении греха, истории о взаимоотношениях Бога с человеком, истории искупления человечества. Именно так наглядно и образно вы передаете библейский сюжет. Некоторые благовестники предпочитают сразу рассказывать о Христе и о том, почему ему пришлось взойти на крест, ради чего он пролил свою кровь. Но понятно ли это? И каков Бог? Ведь для индуистов он вовсе не личность, хотя в индуизме есть божества, больше похожие на людей. Бог же находится внутри всех живых существ. Отличаются и наши взгляды на творения. В разных культурах они разные. Для кого-то грех — это просто нарушение правила, тогда как в Библии он понимается гораздо шире. Учитывая все это, соблюдение хронологически последовательного библейского повествования создает нужный контекст для рассказа об Иисусе Христе и о причине Его крестной смерти. Только так становится понятно, насколько Бог любит нас. Только тогда осознаешь суть и цену Божьего прощения. Какие материалы здесь можно назвать? Во-первых, это пособие «Созидание на прочном основании», разработанное миссией новых племен. Оно включает в себя несколько книг и состоит из примерно 50 уроков, в которых последовательно раскрывается библейская история от сотворения до спасения. Пособие это переведено на множество языков и наверняка доступно в интернете. Можете заказать и использовать его в качестве наглядного материала, особенно многочисленные иллюстрации к текстам. Разработано оно было на Филиппинах, которые до сих пор являются сокровищницей устного эпоса. На данный момент, как я уже отметил, оно переведено на множество языков. Международный миссионерский комитет Южно-Баптистского братства также предложил немало евангелизационных методов, опирающихся на устную форму благовестия. Вот одна из выпущенных ими книг «Проповедь Евангелия в условиях устного общения». Она также переведена на разные языки, доступна в интернете, ее можно скачать или заказать по почте. И подобных ресурсов довольно много. Вот еще один из них. «Библейская история на панно». Оно состоит из небольших картинок, на каждой из которых изображен какой-либо сюжет. Такое панно не хуже, чем любой евангелизационный буклет, наглядно иллюстрирует нам историю спасения. Это пособие удивительно удобного обращения. Свернул, взял с собой, принес, развернул и пользуйся. Доступно и по силам любому человеку. Все легко и просто. Помните, о чем мы говорили? Умножение церкви начинается с умножения учеников, а также требует легко осваиваемых методов. Итак, устный способ передачи библейских знаний, которые детально описаны в литературе и на видео, доступном в интернете, все это при желании и несложно найти. Оптимален в тех контекстах и культурах, где навыки письма и чтения у носителей развиты слабо или вообще не развиты. Это чаще всего традиционные племенные культуры, но даже в современном западном мире наблюдается очевидный сдвиг в сторону аудио-визуального восприятия.